МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нынешнее межсезонье состав «Авангарда» пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров. Свой счет шайбом за Омскую команду габаритный форвард открыл уже во втором матче чемпионата. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью, которое Кирилл Петров дал в нашей программе. Победный булит в Верстега в Астане или рассказ о том, как «Авангард» ввел по ходу встречи 3-0, но победил лишь в послематчевых бросках. Подробнее об этом и не только прямо сейчас. Для «Авангарда» встреча с «Магниткой» стала второй за два дня. С первым тестом команда Боба Хартли справилась успешно, обыграв действующего чемпиона Казанская «Акбарс» в серии послематчевых бросков. И вот уже на следующий день еще один грант отечественного хоккея – «Магнитогорский металлург». Хватит ли у ястребов сил, да и просто эмоций, на второй за два дня матч, к которому вполне применима вывеска «Супер». Хотя общеизвестно, что победный состав не меняют. В такой ситуации тренерский штаб нашей команды неизбежно пошел на то, чтобы ввести в игру свежие силы, а значит изменения в составе пятерок все же были неизбежны. Хотя и минимально. Впервые в сезоне в тройке Семенова вышел Кошелев. Кроме того, появились Самохвалов и Фисенко. А вот место на последнем рубеже обороны вновь занял Игорь Бобков, явно не собирающийся доверять никому из своих партнеров по амплуа роль первого номера ворот. Несмотря на это, тактический рисунок хозяева льда менять не собирались. Все тот же активный форчекинг, постоянный прессинг игрока, владеющего шейбой, а также стремление найти удачу у чужих ворот. «Магнитка» – соперник для нас крайне нёдов. «Последний раз на своём льду мы побеждали аж в 2012 году, и то только в овертайме». Вряд ли в нынешней встрече стоило ждать изобилия голов. И первый период подтвердил такой прогноз. Команды явно осторожничали, почти ничего за 20 минут не создав в зоне атаки. Во втором периоде гости получили шанс для реализации лишнего после фола Дэвида Дерне. На 29-й минуте Василий Кошечкин начал атаку партнёров, Сергей Мазякин вошёл в зону и неотразимо бросил дальнюю девятку. 1-0 в пользу Столиваров. Через несколько минут Дерне был удалён до конца матча за подсечку против Николая Кулёмина, а чуть позже Максим Березин отправился в штрафной бокс за атаку игрока, не владёющего шайкой. В этой третьей игры «Металлург» просто доминировал на льду, но больше выгоды извлечь из большинства не сумел. Амичи выставили и получили заслуженные овации трибуны. В третьем периоде амичи старались спасти матч, но особенно острых моментов под воротами лисов создать так и не смогли. Сказывалось то обстоятельство, что «Металлург» вышел на матч против нашей команды отдохнувшим, а «Авангард» был после изнурительной битвы с Казани. В итоге наши парни так и не смогли в тот вечер переиграть Василия, который провёл 70-й сухой матч в КХЛ. Отличную игру продемонстрировали сегодня обе команды. Конечно же, я разочарован результатом, но мы играем вторую игру за два дня. Есть и положительный момент. У нас был очень хороший третий период. Мы отставали всего на один гол. И я думаю, что физическая подготовка у нас на уровне, потому что мы проводим весь матч в хорошем темпе. Ребята сражались, боролись, и, как и вчера, всё могло перевернуться в любой момент. К сожалению для нас, удача сегодня была на стороне соперника. Мы были команды достаточно мастеровитые, играют очень в умный хоккей. Поэтому, в принципе, ожидаемо было, что будет тяжёлая игра. Собственно, что предложил «Металлург»? Против чего приходилось бороться? Они очень хорошо устраивали в средней зоне. И мы сегодня совершили гораздо много потерь в средней зоне. Из-за этого теряли много сил и делали нелепые ошибки. По-прежнему не работает большинство. С чем ты это связываешь? Мы продолжаем работать над этим. Мы не останавливаемся, поэтому будем смотреть видео и делать опять работу над ошибками. И будем продолжать работать. Как ты сам влился в коллектив, в игру? Как ты сам оцениваешь? Всегда есть над чем работать. Я думаю, ещё есть куда стремиться. Поэтому команда хорошая, приняли хорошо, но надо доказывать. Собственно, один из ключевых моментов матча – это когда вы стояли 5 на 3. Обычно после такого команда получают какой-то дополнительный заряд. Но здесь вот как раз той самой физики после «Экбарса» не хватило, может быть? Ну да, сыграла усталость. И, наверное, не хватило эмоций немного. Даже больше эмоций, чем сил. Какой сейчас эмоциональный заряд в команде? Какая обстановка? То есть есть досада какая-то? Или всё-таки уже всё, забыли, пошли дальше, игр ещё много? У нас есть время, так скажем, провести работу над ошибками, сделать выводы и уже, конечно, забыть эту игру и двигаться дальше, потому что ещё впереди очень много игр. Мы продолжаем знакомить вас с игроками, пополнившими состав «Авангарда» в этом сезоне. Один из них – нападающий ЦСКА Кирилл Петров, габаритному форварду 28 лет. Он начинал свою карьеру в «Акбарсе», за которой провёл 9 сезонов. В последние три года нападающий отыграл за столичных армейцев. Петров принял участие в двух юниорских, двух молодёжных и в одном взрослом чемпионате мира. В 2007 году он становился чемпионом мира следей юниоров. На следующий год выиграл серебро юниорского чемпионата мира и стал лучшим форвардом этого турнира. В 2009 году Петров стал бронзовым призёром уже молодёжного чемпионата мира. Также он является двукратным обладателем Кубка «Гагарри». С форвардом, на которого в Омске возлагают большие надежды, мы побеседовали за несколько дней до старта чемпионата в одной из гостиниц в Санкт-Петербурге. Здравствуй, Кирилл. Здравствуйте. Кирилл, в «Авангарде» тебя ждут многого. Тебя пригласили в команду как одного из потенциальных лидеров. Психологически то, что тебя многого ждут, но тебя не давит, не напрягает тебя это? Да нет, в принципе, это хорошее ощущение, да, в принципе, я очень жду этот сезон, да. Я сейчас могу, конечно, сказать, что там не очень гладко, у меня там товарищеские игры, да, как бы идут и не там, допустим, в каких-то играх там что-то не получается, да, и может там сейчас как-то не так ярко, как надо играю, да, я понимаю, как бы это всё прекрасно, но на это не стоит застрять внимание, как бы, сезон длинный, я думаю, там все, которые надежды, там, что они хотят, я думаю, что останутся, как бы, довольными и будем выкладываться, и так же, как и я и вся команда, я думаю, каждую игру играть на победу. Ты из тех, про кого говорят, он лидер в раздевалке? Как сказать, я могу сказать, да, но я не любитель там что-то там, как говорить, там, кричать, настраивать, там, да, я думаю, каждый человек, он уже, ну, как бы, сам настраивается и по-своему, да, ну, не вижу, не вижу в этом смысла, как бы, что-то там, как кричать или не кричать, как бы сказать, да, могу сказать, но я не любитель этого. В 2008 году на Драфтинг Хейл ты был выбран клубом Нью-Йорк Айлендерс. У тебя была возможность уехать, но тогда тебя руководство Акбарса не отпустило. Не осталось, может быть, какой-то обиды на руководство татарстанского клуба? Если там, ну, вспоминать 2008 год, там, что меня не отпустили, в принципе, да, для меня тогда, как бы, да, я хотел, как бы, и да, я и сейчас хочу, просто, как бы, надо осознавать свои возможности, как бы, и сможешь ты или нет, да, на данный момент, да, на данный момент, там, очень, как бы, серьезная лига. Тогда просто получилось так, что я, как бы, отыграл, ну, в раннем возрасте весь сезон, да, и, в принципе, как бы, там, 18 лет, по-моему, это было у меня или 19, 18, по-моему, 18 лет, да, и тогда нам было ехать или оставаться, но я выбрал такое решение, да, что лучше, как бы, остаться еще, обрастись, поиграть и потом уже ехать. Ну, а потом, ну, как бы, ну, я уже, потом контракт, еще один контракт, и там уже, как бы, вот, я решился, как бы, да, я нисколько не жалею, что я съездил туда, мне там, в принципе, все понравилось, да, если, конечно, ну, мне уже, как бы, 28 лет, и, если, возможно, такая будет, то можно еще попробовать, я думаю, что приложу все к этому усилию в этом году, чтобы что-то, какие-то предложения оттуда были. А ты по-прежнему чувствуешь какое-то волнение, какое-то, не знаю, может быть, даже легкий мандраж перед ответственными матчами, или это чувство уже давно прошло? Это не у каждого игрока, кто-то мандражирует, у кого-то волнение, у каждого по-разному, есть, конечно, когда очень ответственные игры, да, там, переживаешь, настраиваешься, есть волнение, да, ну, шайбу уже потом, когда кидают, начинается игра, она уходит со временем. Вот бывают матчи, когда, что называется, все заходит, да, вот кинул в сторону ворот, залетело, а бывают матчи, когда, ну, как ни старайся, ничего не идет. От чего это зависит? Слепая случайность, просто везение, или это твой какой-то внутренний настрой кураж? Или, в конце концов, это класс соперника? На эту тему можно долго разговаривать, как, по идее, да, бывает, да, бывают такие игры, когда прям все, ну, прям все гладко, все складывается, прям все хорошо, все проходит, все долетает. Долетает. Бывают дни такие, что, как бы, прям, вроде стараешься, стараешься, что там тут черенок, там конек попал, то туда, туда. Это у каждого, я думаю, спортсмена такие игры бывают в сезоне. Кирилл, вот есть люди, очень-очень одаренные от рождения, их талант нужно, ну, только немножко подшлифовать, а есть другие, которые к успеху приходят через огромный титанический труд, через рейки пота. Вот ты себя к первым или ко вторым относишь? Я думаю, что, наверное, ко вторым, потому что я тоже много очень с детства уработал, работал, работал. Я думаю, что вот, какой я это есть, да, мне помогли, это мой тренер, вот, и мама моя, и дедушка, там, все около меня, чтобы я, как бы, стал таким, какой я есть, да, конечно, нет предела совершенства, да, но надо еще работать, работать, чтобы становиться лучше. Нам это и тренера, как бы, говорят каждый день по идее. В принципе, пока играешь, надо работать, работать, потому что сейчас хоккей меняется, и более такой хоккей стал беговой. Надо поддерживать себя в хорошей форме, чтобы составлять в конкуренцию сильную. Ты когда-нибудь считаешь, что про тебя болельщики пишут в интернет-форумах? Не считаю это, потому что я, ну, я, ну, я, как бы, к этому отношусь так, потому что в Казани были случаи, да, там, кто-то там гадости пишет, кто-то хорошее, кто-то плохое. Ну, каждому же не угодишь, у каждого есть свое мнение, да. Понятное дело, ну, они пишут, ну, ну, и что-то плохое пишут, ну, пусть подойдут, скажут, в принципе, в глаза. Понятно? Ну, можно писать, что хочешь, можно писать. Ну, я смысла не вижу на это вообще обращать внимание, и мне как-то это неинтересно. Летом 2016 года ваша с Полиной свадьба прошла на Ямайке. Кто решился на такую экзотику? Мы просто там расписались. У нас времени уже не было до этого, как бы, уже все, отпуск заканчивался. Вот там просто расписались все. Ну, так, чтобы прикольно было. А вообще вот дома разговариваете с женой о хоккее, о том, что происходит в твоей карьере, в твоей команде, или вы оставляете, что называется, работу за порогом, запрет КНЖТ на рабочие разговоры дома? Спрашивают иногда, как бы, и об этом, считаю, ничего такого нет. Ну, не на все темы так. По игре что-нибудь, может, скажут. Плохо играл, хорошо играл, что-то скажут. А так такого, что прям разбора нет. Ты помнишь, на что ты потратил первые заработанные хоккеем деньги? Да, я помню, когда я приезжал маленький, был в Спартаке. Нам мне тогда дали подписной бонус. И мы тогда пошли матери зубы в Сталину. Кирилл, в этом сезоне болельщики «Авангарда» в силу известных причин обделены. Они остались, по сути, почти что без команды. Далеко не все могут ездить в Москву на матче «Авангарда». Что ты можешь им сказать? Может быть, как-то подбодрить? Как подбодришь? С какими-то словами подбодришь? Это понятное дело, что Омск живет хоккеем. Для них это большой удар, что команда уезжает. Я думаю, что наши боссы решат эту проблему частично, хотя бы в этом сезоне. Полностью, чтобы как-то что-то в хоккей перевести на какие-то матчи. А так, приезжайте в Балашеву, наберитесь терпения, ждите. Я думаю, что решат вопрос с ареной, и все будет нормально. Мы будем играть в каждую игру на победу. Я думаю, что в этом сезоне у нас будет хороший результат. Большое тебе спасибо за это интервью. Все, спасибо. Продолжение следует... За 9 секунд до перерыва Брэндон Баченский забил второй гол хозяев, сократив разницу в счете до минимума. А в середине третьего периода Роман Старченко сравнивает счет 3-3. Увертайм победителя не выявил, хотя обеим командам пришлось поиграть в меньшинстве. А в серии булитов удачливее оказались гости. Решающая попытка на счету Криса Версти. Авангард победил в матче, в котором сначала крупно повел, а затем сам же создал себе трудность. Вот что на послематчевой пресс-конференции сказали наставники команды. Мы играли против очень хорошей команды. Все четыре звена достаточно мощные, мастеровитые. И я скажу, что я и ребят поблагодарил за этот матч. Это дорогого стоит вытащить у Авангарда такую игру. Очень хорошее стремление к победе было со стороны обеих команд. Первый период в нашем исполнении был хорошим, но затем мы отошли от своего плана на игру. Допустили слишком много потерь. Отошли от нашего авангардовского хоккея. И Борис, как очень мастеровитая и хорошая команда, нас за это наказал. После дерби в Новосибирске ястребы перелетят в Балашиху, где на условно домашнем льду сыграют сначала с Кунь-Лунь Рейхстар, а затем с Амуром. Мы желаем нашей команде удачи. До встречи в эфире 12-го канала через неделю. Будьте в авангарде. Редактор субтитров А.Семкин